Всем привет! С вами Brain First. Мы продолжаем играть в Pokemon FireRed на The Lock Challenge. Отправляемся мы в Лавандертен. Там нас ждет много чего интересного. Точнее, башня с привидениями, башня с призраками. Очень классно, что у нас есть велосипед. Наконец-то мы можем им воспользоваться и добраться до Лавандера в два раза быстрее. А мы с этими ребятами совсем трались? Да, все нормально. Так, тут уже просто всех тренеров мы вынесли, так что даже не будем задерживаться. По-моему, мы забыли сделать... А, нет, все верно. Мы же не разбудили там Снордлокс. Значит, все хорошо. Так. Значит, башня покемонов. Огромная страшная башня покемонов. Что здесь говорят? Я пришел помолиться за мою покойную Клоферию. Я не могу сдержать слез. Как грустно. Ты пришел почить погибших покемонов? Какой же ты добрый? Мой Гроулит, почему ты умер? Я медиум. Я чувствую присутствие призрака в башне. По-моему, ты идиот. Ну ладно. Башня покемонов была построена в память о погибших покемонах. Ну, грубо говоря, это огромный склеп, где куча мертвых покемонов. Так что вот такая история. Так. Нашу Гашку нужно будет прокачать сейчас. У него очень маленький уровень. 27-й. Очень сильно отстает. Так, бегать тут нельзя. Вот это я заметил, кстати. Интересная фича. О! Кстати, кто это? Это Шригнат. Привет, Брэйн. Ты что тут делаешь? Твои покемоны умерли? Эй, они живы. Сейчас они упадут. К бою. Ты что, собираешься убить моих покемонов? Ну ты ублюдок. Так, у него уже 4 покемона. Первый это Пиджиота. Конечно же, никакого Гашка я не буду вызывать против Пиджиота. Не я выберу Спайка. Потому что Спайк отлично подходит. Против летающих типов. Вау, он вынес его с одного удара. Да, он силен. Он очень силен. Так, по 300х по каждому. И следующий покемон это... Геродос? Ты идиот? Почему именно Геродос? Геродос 4 раза слаб против электрических атак. Я его вынес с одного удара. Почему наш противник такой идиот? Я не понимаю. Ну ладно, окей. Допустим, Геродос. 1000 экспы, в общем, очень неплохо. И вот Гроулит. Так, Гроулит, Гроулит, Гроулит. Ну давайте, давайте. Давайте выберем Лео. И Висавр. Угу. Так. Ну это его стартовик. Давайте-ка возьмем Вангу против него. Надеюсь, он мне тот статусов не навешивает, потому что это было бы очень плохо. Хотелось бы не кинуть собаку. Но у меня есть супер-мега способность бессонниц, которая не позволяет Ванге вообще заснуть никогда. Этого наш противник не ожидал явно. Поедание сна. И все отлично работает. Судового удара вынесли и Висавра. И кто же его последний покемон? Это Кадабра. Угу. Кадабра. Я вернусь к Лео. У него есть атака темного типа. Как вы заметили, с ним нет его Ратикейта. Да, он был в предыдущих эпизодах. То есть, ну, помните, там Ратата, потом Ратикейт. И ходят слухи, что его Ратикейт погиб в прошлой битве против с ним, когда мы дрались на корабле Святой Анны, если вы помните. Вот. И там мы каким-то образом случайно, видимо, убили его Ратикейта. Таким образом, он пришел сюда, чтобы почистить его память. Но это одна из теорий. По крайней мере, все сходится. Что бы еще делать Игнату в этом здании? Что? Ах ты вонючка. Мы еще встретимся. 900 баксов, ну ты и еврей. Так. Как там твой Покедекс? Я только что поймал Кабуна. Правда, я так и не нашел Большого Марака. И он может быть. Должен его поймать. Ладно. Лучше я пойду дальше. Я снова на шаг впереди тебя. Пока, Растяпа. Пока идиот. Так. Ну что, тут, по-моему, тренеры с психическими покемонами. Вряд ли мне получится окачать мою ванну. Ну посмотрим. Даже мы, медиумы, не можем опознать призраков башни. Телескоп Си помог бы их разоблачить. Ну так. Он у меня есть как раз таки. Так. Вот здесь уже может быть энкаунтер. Так что мы будем надеяться на него. У-у-у. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Да-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ты вообще по-русски говорить неишь? Посмотрите на ее шары. У него есть гастли. Это было больно. Я очень посидел. А кстати, она же может... А, точно, они же все, типа, одержимы призраками. Прикольная, кстати, идея. Я, когда играл в английскую версию, я этого не понимал. Немножко, оказывается, они все одержимы. Так, трос. Трос, трос, трос. Очередной. В каждой локации нужно разбросать по тросу. Итак, наш энкаунтер на башню покемонов, как ее здесь почему-то перевели. Это Гастли. Ну что, пробуем гипноз. Смотрите, у него уже неплохой набор атак. Я сыграю тупо через гипноз и кину покебол, потому что я не хочу упустить этот энкаунтер. Я очень хочу поймать Гастли. Прекрасно. Мы его усыпили. Теперь используем покебол. У меня есть, кстати, еще и грейдбол, но... У покебола будет достаточно для 17 уровня. Прекрасно. Прекрасно. Вообще, без проблем поймали. Гастли просто прекрасно. И посмотрим, что в Пикидексе пишут про него. Существует в виде газового облака. Гастли может свалить индийского слона, окутав его за две секунды. Как свалить индийского слона за две секунды? Гастли знает. И как мы ее назовем? Мы ее назовем... Давайте назовем ее Злюка, потому что она очень похожа на Злюку. Гастли. Отлично. Отличный энкаунтер. Отличная... Гастли это просто супер. Хе-хе-хе-хе. Так. Я сейчас подумаю, нужен ли нам вообще Гастли, Хонтер и Кингар. Так, здесь опять Гастли, 24 уровня. Что-то еще может тут быть. Пробуем сделать Дримитер. Дабы восполнить ХП Ванги. Я так понимаю, проблемы по ХП у Гастли очень большие. Ха, что я делаю? То есть, да, они все одержимы призраками. Кстати, очень хороший, интересный сюжет получился. Уходи прочее, злой дух. Гастли очередной. М-м-м, да. 30 уровень уже у Ванги. И вот просто рассуждаю, думаю, над тем, стоит ли брать, помимо психического покемона, еще и призрачного. Это очень большой сейчас вопрос у меня стоит. Тем более, что у призрачного гораздо больше проблем. То есть, он наполовину ядовитый. То есть, в первой части первых покемонов не было чисто призрачного типа. Поэтому он в перемешку с ядовитым. А это очень плохо. Потому что психические атаки они могут уничтожить просто-напросто призрачных покемонов. Поэтому он не является такой стопроцентной контролей. Тем более, у Гастли вот страдает такими проблемами, что у него очень мало хп, к примеру. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Пока я останусь с Вангой, а Злюк пусть посидит. В компе. Гу-гу-гу, призрак. У них такие идиотские диалоги, монологи. Так. По-прежнему Гастли. Окей. А, что, кто, что. Что, кто. Сумасшедшие тут поселились. Просто везде. Очередной Гастли. Грейтбол. Отлично. Бесплатный грейтбол. Будильник. Ээээ, это, наверное, этот... Авейкинг, или как он там называется? Призраки! Нееет! Они же медитируют. Почему они боятся призраков? Куда делся призрак? Кстати, призраки очень раскрыты в серии, где появился Гастли. По-моему, 13-я серия. Хотя я могу ошибаться. Я уж не помню номера этих серий. Там, где они приехали на этот, на праздник. И ты присоединяйся на праздник. И там Гастли превратился в красивую девушку. Вот, на который еще Брок там запал. Странная серия, но очень прикольная. Там даже Мангуст был. Какой кошмар! Какой кошмар драться с вами по одному покемону. Дай мне весь... Дай мне свое сердце. Хонтер? Вау! Меня всегда удивляло, почему в этом спрайте у него именно правая рука подсвечена. Ну, как мы видим, Хонтеры, Генгары и так далее, они очень слабые. Сами по себе. Ванга, 31 уровень. Очень сильная. Кучаем денег. Так, и двигаемся дальше. Что здесь? Здесь энкаунтер. В виде Гастли. Не бойся. Это место очищено. Ты можешь отдохнуть здесь. Все покемоны... Да, это типа... Вот этот квадрат, он вылечивает всех твоих покемонов. Всех ваших покемонов... ЗОМБИ! В твоей голове, в твоей голове, ЗОМБИ! ТЫК. Надеюсь, она не против, если я возьму тут самородок. Привет. Очередные зомби. Ну, конечно, кто же еще тут может быть? Один покемон у него опять. Гастли. Этот эпизод надо назвать Один день из жизни Гастли. Или один день в мире Гастли. Так вот. Что-то не Гастли, серьезно. Куча Кспы и... Победа. 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 Так, ну все. Вроде тут совсем разобрались. А нет, там еще кто-то стоит. Кто это? Ты будешь драться? Я была под гипнозом. Окей. Или я с ней дрался уже. Да блин, когда эта башня закончится? Никогда. И причем эта сучка хочет еще и крови от меня. Да хрен ей. У нее три покемона. О, господи. Гастли-Гастли и Генгар. Или Ходор. О, господи. По-моему, эта башня слишком большая. И еще один Гастли. Х-точность, отлично. Ну, хотя кого я обманываю, нахрен он мне нужно. А, вон выход. Я, кстати, видел уже. Так, только надо с ними разобраться сейчас по-быстренькому. Хе-хе-хе-хе-хе. Используем Вангу. Используем смятение. Ванга нормально тут поднялся. Тридцать первый уровень уже у него. И скоро будет тридцать второй. Да. Так. Кстати, может быть, есть какая-нибудь хорошая темная атака, которую можно отдать Ванге и... Ммм... Нет. Хорошей темной атаки здесь нет. Ладно. Уф. Странные звуки они сдают. А, у нее один покемон. Может быть, они ловили этих покемонов, но потом они каким-то образом завладели ими. Скорее всего, так и было. Тридцать второй уровень у Ванги. Просто прекрасно. И... Вроде отпустило. Хе-хе-хе. Классный комментарий. Вроде отпустило. Вроде все нормально. О, тут даже хонтры водятся. Ничего себе. Вот это поворот. Леденец. Тут у нас лежал. Так. Я знаю, что тут водится этот... Марвак. Так что я сразу же возьму сейчас Гашика. Чтобы Гашик с ним справился и получил всю экспо в одного. Тут кто-то есть. Вот, собственно, сам этот мини-босс. Призрак. Призрак Марвак. Тридцатый уровень. Довольно много для боевого... Для боевого... Для дикого покемона. И бьет он, конечно, не слабо. Но Гига Дренаж его очень быстро успокоит. В этом я более чем уверен. А, смотрите-ка. Даже с одного удара не убил. Это было очень опасно. Блин. Почему так-то? Ладно, добьем его просто разрубанием. И все. Чтобы не тратить ППшку. Отлично. 503. Экспы. Ну, это не очень много. Призрак был беспокойным духом матки кабунов. Матка кабунов наконец-то обрела покой. Ну, замечательно. Тут какие-то элитные... Да вы издеваетесь! Еще куча рокетов! О, боже мой! Кого мне использовать? Давайте спайка продолжим качать. Чего ты хочешь? Чего тебе надо? Чувак, поверь, я сам не могу ответить на этот вопрос. У него зубат. Тем временем. Я не знаю, что моему персонажу надо, действительно, от команды ракеты. Супер эффективно. Прекрасно. Зубат получает экспу. О, господи. Зубат... Мой спайк получает экспу за зубата, конечно. И он уже приближается к тридцатому уровню. Это уже... Это что-то. Тридцатый уровень, детка. И два пинка. Посмотрим, кстати, какого типа. Боевой! Просто прекрасно. Но 30 демаджа это... Ммм... Да. А, подождите. Каждый удар это 30 демаджа. Тогда ладно. Быстрый удар. Давайте рэк поменяем. Рэк не нужен. По-любому. Супер. И третий его пакемон. Это... Голбот! Уже голботы пошли. Хорошо. Я думаю, что я с ним тоже справлюсь без проблем. Просто за голботов дает очень много экспы. В 915. Ну, я говорил. Очень много экспы за голботов. Сдаюсь. Сдавайся, потому что ты неудачник. Я никогда этого не забуду. И ушел куда-то. Ну, окей. Этот старикан пришел прямо в наше убежище и начал читать лекции про то, как команда ракетов вредит покемонам. Вот мы и беседуем с ним. По-нас... По-нашему. Хе-хе-хе-хе. Два покемона. Пофинг. Первый. Эээ... Так. Да, не надо было чуваку приходить к команде ракеты и... А, так это же мистер... Мистер Фуджи, да ведь? А, ну тогда понятно. Мистер Фуджи вечно что-то... Как-то... Не заладилось с командой ракетов. Блин, спред это не очень хорошо. А, ладно. Быстро удар. Блин, ядовитый газ. Еще им повезло, что... Так проканал. Ну ладно. Но сначала разберемся и потом уже полечим спайка. Пожалуйста. Хватит. Пойми. Покемоны нужны, чтобы зарабатывать деньги. Ты чего не собираешься в бизнесе? Идиот. Окей. Я ничего не понимаю в бизнесе. Действительно. Не стала тебе сюда приходить, сынок. Так, и у него... Четыре покемона. Зуббат. Ну что, у него тоже стая зуббатов. Давай посмотрим. Спайк уже нормально так съел экспы. Хочу сказать. Очень нормально. Так. Получаем экспу. Дальше ротата. Без проблем. С ним разбираемся. И последняя тратить. Грати кейт. Грати кейт не захотел умирать. Так, получаем тридцать первый уровень. Прекрасно. Прекрасно. Просто. И последний. Может голбат? Нет, цуббат еще один. Ну ладно. Просто от голбата пуча экспы действительно найдет. Было бы круто его вынести и получить всю эту экспу. Ладно, успокойся. Узбогойся. Узбогойся. Тебя будут... Дальше ее проблемы. Что? Что? Что говоришь? Это я тебе обязан спасением. Спасибо. Но я пришел сюда сам. Я пришел, чтобы успокоить душу матковунов. Похоже, Марвак наконец покинул этот мир. Я благодарю тебя за это. Пойдем отсюда. Так. Брайн, чтобы собрать всех покемонов, мало одного желания. Нужно проявить терпение и искреннюю любовь к покемонам. Я надеюсь, что эта вещь поможет тебе в твоих приключениях. Мы наконец-то получили покефлейту от мистера Фуджи. Звук покефлейтов дает покемоны. Выведет покемона из спячки. Попробуй сыграть на нем покемон, который преградил путь. Мистер Фуджи, не умирайте. Мистер Фуджи молился за упокой души матки кабанов. Он такой темный. А, все, все. Этих идиотов я уже. Про этих покемонов я уже все читал. И, господи, про каких покемонов я эти диалоги уже читал. Так, ладно. Все. Лечим покемонов. И теперь у нас есть даже целых три пути, куда пойти. Вот. Во-первых, давайте посмотрим на карту. Первый путь это путь на юг в город Фуксию. Там нас ждет, в принципе, Кога и его пятый. Какой же пятый? Да, пятый значок ядовитого типа. Нет, какой пятый? Подождите, у нас четыре. Да, пятый, все верно. Вот. Но здесь живет Снорлокс. То есть Снорлокса надо будет разбудить. Можно пойти в Сэфрон Сити, но здесь очень большая опасность. Потому что в Сэфрон Сити покемон гораздо сильнее. Можно просто сделать небольшой челлендж. Потом отправиться в Фуксию. Вот. И, ну, разумеется, тут есть Солбейдж от Сабрины. Но Сабрина, опять же, опасный тренер. Так что, и, конечно, можно через Силадон Сити отправиться по велодороге в тот же город Фуксию. Но я, наверное, отправлюсь все-таки сейчас к Сабрине. Вот. Я хотел просто посмотреть на Гастли. У него есть иммунитет к земляным атакам. У него есть несколько хороших атак. Ну, набор у него, конечно, так, не очень хороший. Но я думаю, что нам призрачный покемон даже не понадобится против Сабрины. Ну все, поехали. Поехали в город... Как же он там называется-то? Постоянно из головы летает. В город Сафрон. Шафрон. Шафрон Сити. Проблема в том, что я особо не помню, как туда попасть. По-моему, нужно отдать стакан... Точнее, бутылку воды Чоку на КПП. И тогда он вас пропустит. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас. Сможем ли мы туда попасть или нет. О, не туда. Сможете ли он нас пропустить? Я чувствую ароват чая. Можно мне его выпить? Спасибо тебе. Если хочешь пройти в Сафрон Сити... Можешь проходить? Я поделюсь этим чаем с другим охранником. Да, вот мы в Сафрон Сити. Очень красивый, кстати, город. Новинка корпорации Сильф. Выпуск переносится. Так. Очень большой, красивый город. Жизнь преступника по мне. Говорит команды. Чувак из команды Ракета. Очередной. Теперь, когда мы захватили Сильф, покемоны всего мира будут подчиняться нам. Да, они тут захватили местную компанию. Видимо, не имется им. Вот, захватили... То есть, вот эта корпорация, она как раз-таки занимается тем, что... Делают всякие покеболы. Ну и, собственно, сделали они в том числе и мастербол. Про который мы поговорим попозже. И вообще вернемся в следующем эпизоде. Потому что тут очень много мест, которые нужно обследовать. Но, в первую очередь, мы опять вернемся в бою. В бесконечном бою с командой Р. И нам нужно будет проникнуть в это здание. И все там хорошенько почистить. Тем самым разобравшись с этими вонючими, гадкими ублюдками. На этом все. С вами был Brain First. Всего хорошего. Удачи. До следующего эпизода. И пока.